В этом году на уборку урожая республика в общей сложности потратит более 4 миллиардов рублей. Почти третью часть этой суммы регион взял в кредит. Большая часть из этих средств уходит на закупку горюче-смазочных материалов. Как сделать уборочную компанию и вследствие конечный сельскохозяйственный продукт дешевле, обсуждаем в программе «Взгляд». Я Кирилл Кукош, здравствуйте. И мои собеседники сегодня. Депутат Госсобрания Курултая Республики Башкортостан Расул Гусманов и генеральный директор торговой и нефтяной компании Алексей Василенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Уборочная компания в Башкортостане завершена чуть более чем наполовину. Были небольшие задержки. Они были связаны с чем? Что аграрий дозакупает топливо по более дешевой цене? Ведь, как правило, перед уборкой цены повышаются? Ну, я начну тогда с вашего позволения. Задержка в уборке, она по разу, по ряду причин. Первое, это, конечно, погоду. Во-первых, определим так. В этом году нас погода не баловала. Дождливая погода. Дождливое холодное лето. Как говорят, лето нас провело всех. Наступила осень. И вот начало осени также должливое. Каждый день теряем. Каждый день теряем. Осыпается зерно, значит, 1% считается в день мы теряем урожай. Если говорить про топливо, действительно, сельхозтоваропроизводителей 25% затрат на растеневодство – это как раз покупка топлива. То есть, очень серьезно. Каждый четвертый рубль, расходуемый сельхозтоваропроизводителями, грубо говоря, это как раз на приобретение горюче-смазочных материалов. Если они приобретаются раньше, то есть в низкий сезон, весной, ранней весной, зимой даже, тогда дешевле. Я думаю, Алексей даже более подробно расскажет. Наверное, он более подробно узнает. Да, на самом деле, перед началом пассивных и уборочных работ цены на топливо всегда поднимают наши монополисты, так скажем. Но сельхозпотребители всегда ищут какие-то ходы, выходы, как сэкономить на этом, купить что-то дешевле закупить. Либо у кого есть свои деньги, собственные, закупают заранее. Правильно сказал Расул Збекович, зимой закупают. У нас очень часто с этим сталкиваемся. Начинают уже в январе по возможности возить. Так как у нас топливо летнее грузит башнефть круглогодичное и круглосуточное в том числе. То определенная температура. Какая вам на сегодняшний день цена заправки для аграриев и какие объемы вы поставляете в сельскохозяйственном секторе? Объемы поставляемой продукции конкретно в наш регион не такие большие. Где-то, допустим, наша компания поставляет около 1000 до 2000 тонн. В сезон именно пассивных или уборочных работ, в общем, в год. То есть где-то это около 5000 тонн. Это в наш регион только. Но в остальные регионы намного больше. Не знаю, с чем это связано. Хоть и земля у нас лучше вроде, и аграриев очень много у нас, и сельхозпредприятий, и производителей. Башнефть, монополисты рядом. Но у нас, да, у нас как-то потребление не особо, так скажем. На сколько стоит сегодня заправить комбайн? На сегодняшний день цена на Башнефть 33,600 за тонну, дизельное топливо летнее. Но сельхозпотребители, у которых нет таких средств, мы им поставляем топливо из других регионов. Это Татнефть, Роснефть, то есть, соответственно, Самарская область, Газпром тот же самый, на Салавате там цена чуть дешевле. Для чего везти оттуда топливо? Для чего? Во-первых, все зависит от логистики, где находится потребитель, да, то есть, конечный. Башкирия большая у нас, да, вот, соответственно, если ближе, допустим, с Татарией везти, то есть, это Ильижский район, Дюртюлинский район, да, вот там, то, соответственно, Статнефть везти как бы выгоднее, дешевле. Если это ближе, получается, Абдулина, вот туда Абдулинский район, да, то, соответственно, с Самарой ближе везти. А по какой цене вы заправляете? Мы заправляем от 32 до 33,5 тысяч, то есть, соответственно, кто принципиально выбирает башнефт-производитель, берем оттуда. Также у нас есть договора с госрезервами, Росрезерв, госрезерв, да, то есть, это резервное топливо, которое обновляется, его распродают, да, обновляют резервы. У вас же есть скидки для аграрии, или нет, или они поставляются по таким же ценникам? У нас есть скидки для постоянных клиентов и для людей, которые берут большие объемы. Ну, насколько дешевле? Ну, дешевле не намного, потому что ниже рынка мы тоже не можем торговать, и у нас нет такой возможности, то есть, мы все равно, как бы, зарабатываем деньги и просто делаем накрутку меньше для постоянных клиентов. Если говорить о сезонном повышении цен на дистопливо, да, насколько она становится выше в период уборки урожая? Я могу сказать, что по сравнению с прошлым годом, допустим, цена поднялась где-то около 3 тысяч рублей на тонну. Это значительно по сравнению с прошлым годом. Ну, это все, как бы, санкции, кризис, влияние, падение доллара и нефти, это все отражается, как бы, на этом. Но взять, допустим, этот год весной дистопливо, ну, просто по цифрам скажу, цена была 31, когда мы закупались весной, то есть, да, сейчас она вот, ну, 34, то есть колеблется ниже 33. Расул Узбекович, из чего еще складывается себестоимость конечного продукта сельского хозяйства? Ведь это не только топливо, это еще и на уборку урожая, заряд затрата работникам и так далее, амортизация. В условиях нестабильного курса и санкций, вот насколько все-таки увеличилась себестоимость конечного продукта? Ну, вот, давайте действительно порассуждаем, себестоимость складывается из затрат. Как мы уже говорили, топливо 25%, соответственно, там по снижающейся, значит, идет заработная плата, горючие смазочные материалы, далее средства защиты, минеральное удобрение, значит, расходы на технику, запчасти и так далее. В совокупности эти затраты не сильно изменились с прошлым годом, если это сопоставлять, в принципе. Но, безусловно, рост ощущается, но сельхозтоваропроизводители, со своей стороны, они вынуждены покупать. Кроме того, в этом году урожайный год намечается все равно, в любом случае, урожай будет больше, чем в прошлом году. В прошлом году, в определенном смысле, было тоже холодное лето, но в этом году было более влажное лето, и урожая мы ждем больше. До 3 миллионов тонн приблизительно, вот так будем рассчитывать. Остальные затраты на уборку урожая, они из-за курса, из-за санкций, они все-таки увеличилась эта сумма? Увеличилась, да. Насколько? Ну, вот, например, по минеральным удобрениям, на которые мы уже говорили неоднократно, там был рост значительный по определенному списку минеральных удобрений. Там процентов на 15, на 30 даже некоторые. Потом они поднялись, потом спустились, то есть колебание шло стоимости минеральных удобрений. Они четко коррелируются с курсом валюты американской. На сегодняшний день, если говорить по топливу, рост небольшой, но все равно там доли процентов, но они ощутимы. Кроме того, подорожали кредиты, как мы с вами тоже в предыдущей передаче говорили, стоимость заимствования серьезно увеличилась, и все это легло на плечи сельхозтоваропроизводителей. Себестоимость, безусловно, будет выше, но в то же время мы ждем и рост цены стоимости, например, зерна, пока цена еще недостаточно выросла. Соответственно, и конечный продукт хлеб. Хлеб, безусловно, тоже вырастет, но будем надеяться, что, во-первых, не так сильно вырастет, урожайность все-таки высокая, и кроме того, у нас спрос рождает предложение населения. Государство будет регулировать цену? Сдерживание будет? На какую продукцию? На хлеб. На хлеб, вы знаете, вот сегодня очень показательно, что в Государственной Думе и в других органах обсуждается именно сегодня, что продовольственные карточки и как раз малообеспеченным гражданам хотят предоставить возможность подешевле приобретать продукты питания. Именно сегодня идет обсуждение, и это неспроста. Несмотря на то, что год урожая. Алексей Николаевич, насколько актуальна на сегодняшний день проблема контрафактного топлива, за счет которого фермер может сэкономить существенные средства? Эта тема, на самом деле, она уже не первый год такая больная. То, что люди жалуются на некачественное топливо, на недобросовестных поставщиков, так скажем. И топливо попадает, когда люди хотят сэкономить на самом деле на чем-то, на топливо, я считаю, что экономить нельзя на самом деле. Потому что сэкономив 500 тысяч рублей-20-30 тысяч с машины, человек может попасть на счет около 200-300 тысяч на технике. Да, то есть ремонт топливной системы выходит просто из строя, а ремонт топливной системы обыходится около 100 тысяч. И это только на наши комбайны, то есть российской марки. А есть у нас клиенты, у которых Ягуары, Джангиры, то есть импортная техника дорогая, Ламборгини даже есть. Поэтому я считаю, но они не экономят, естественно. Да, Расул Звич, есть примеры у нас в республике, когда из-за некачественного топлива... Примеры есть. Действительно, называть конкретное хозяйство я не буду, но несколько лет назад действительно целое хозяйство во время именно страды уборочной, а здесь каждый час дорог, практически вся техника, комбайны, трактора все встали в один день. И это сельхозтоваропроизводители в нескольких районах одновременно начали практически капитальный ремонт во время уборочных работ. Это очень и очень, так скажем, опасную тему, действительно, и важную тему для сельхозтовопроизводителей. Да, сейчас хочу к беседе присоединить генерального директора АПК «Возрождение» Раис Шарафуддинов с нами на прямой связи из Архангельского района республики. Раис, здравствуйте, слышно нас? Да, да, слушаю. Скажите, насколько дороже стала уборка урожая в этом году и получаете ли вы какую-то поддержку от государства? Да, вот я сейчас это вам расскажу. Работаю я с 9 мая 2006 года. В аренде, значит, у меня 641 гектара земли, 300 гектаров пальчик, 200 гектаров сенокосного года, 141 пальбища. Вот у меня 60 пальчиками составлены договора аренды земельной доли с последующим выкупом. Но спахать и засеять не смогли из-за отсутствия финансовой техники. Занимаемся вот такая, значит, заготовка сена для населения. Так как своей техники не имеется, приходится нанимать технику и механизаторов, и других районов. Полностью в течение 9 лет, вот, значит, мы посчитали, вот, значит, затрачены огромные деньги, значит, около миллиона рублей. Вот. Ну вот, второе, значит, около миллиона рублей, значит, на закупки, значит, солярки, бензина, запчасти. Понятно, ваша позиция понятна, спасибо. Спасибо. Расул Збекович, как государство регулирует цену на топливо для сельхозпроизводителей, и существуют ли льготы для фермеров, для государственных предприятий муниципальных? Ну, тут прямо скажем, что, во-первых, прямую поддержку мы ограничиваем, мы в ВТО вступили, как вы помните, то есть непосредственно давать средства на приобретение топлива, именно целевой, мы не можем. Значит, есть погектарные субсидии, которые крайне небольшие, они там в районе 300 рублей, плюс-минус колебания, то есть это очень небольшие средства. Непосредственно республика ведет активную работу с монополистами, как раз Башнефтью, когда в период уборочных работ или посевной кампании сельхозпроизводителей могут приобретать топливо по небольшой цене. Но это непосредственно работа правительства и главы республики, это прямая договоренность. В других регионах ситуация не лучше, честно скажу, то есть нету таких прорывных решений. Снижать цену топлива было бы очень кстати для сельхозпроизводителей, тем более, что, как говорили, каждый четвертый рубль мы тратим. Каким образом можно это сделать? Я думаю, что надо разговаривать с нашими монополистами все-таки. Во-первых, и для населения эта цена высокая на заправочных станциях, и для сельхозпроизводителей это комплексная работа, работа правительства России. Алексей Николаевич, как доставляется топливо к местам жатвы, по трассам, железным дорогам, и как можно этот процесс автоматизировать? И снизит ли это все-таки стоимость конечного продукта? Облегчит жизнь сельхозпроизводителей? Топливо доставляется у нас в основном автоцистернами различного калибра, то есть от 4 до 40 кубов. То есть, в принципе, этого достаточно, так как у них такого потребления нет, чтобы возить туда жидоцистернами. Вот. Сократить логистику, вот этим мы и занимаемся, в принципе. То есть, чтобы это было быстро, мы поставляем с разных заводов, которые находятся просто ближе всего к конечному потребителю. Топливо поставляется к ним на их автозаправочные станции, у них, как правило, свои есть, им костя, откуда они производят заправку в само головное предприятие. Вот, в принципе, так. А сократить по-другому никак. Сколько можно сэкономить, если хранить в топливных хранилищах, если построить эти хранилища и хранить уже непосредственно на местах? Мы думали на эту тему, на самом деле, вот, и с Расулом Узбековичем не раз об этом разговаривали, но это нерентабельно для нас конкретно, и в том числе и для правительства нерентабельно будет это делать, потому что у каждого сельхозпредприятия маломальского имеются свои собственные резервуары, свои собственные ее емкостя, где они хранят топливо. И поэтому лишний раз тратить на перевозку, покупку, там, с ближайшей нефтебазы, они, как бы, ну, не готовы все равно. Но если развить инфраструктуру и непосредственно уже, пусть, трубопроводом даже доставлять, это будет дешевле или все-таки это будет, как вы говорите, нерентабельно? Нет, нерентабельно. Ради 5-6 колхозов сельхозпредприятий, которые на самом деле вымирают и сейчас остались у нас в регионе, как только в основном те, у которых есть какая-то подпитка, либо посторонний какой-то бизнес они ведут помимо этого, потому что очень много кому звонят и говорят, что просто нет денег, просто нет денег своих у них, чтобы начать работать. Как можно автоматизировать? Не соглашусь, конечно, потому что у нас при советской власти и позже была стройная система, такая комплексная система нефтеплевоохранилищ по республике, они были такие кустовые. По доставке также, я думаю, что Алексей не до конца, так скажем, проанализировал все-таки доставку трубопроводным транспортом в себестоимости ниже, будем считать. Проблема создания крупных нефтебаз, топливных баз как раз, она неоднократно поднималась на правительстве, и глава республики этот вопрос также ставил задачу рассмотреть. То есть сельхоз товаропроизводителей действительно, что во многих районах сельхоз товаропроизводителей осталось крайне мало, но у нас есть свой зерновой поезд, это поезд, районы, где очень много, так скажем, хороших, крепких сельхозпредприятий, несколько десятков, даже там Дюртюлинский, Чекмагушевский, Ильишевский, Дюртюлинский, Тоймазинский, Сретомакский и так далее, другие районы. То есть есть свой у нас зерновой поезд, и строительство как раз этих складов больших по ГСМ стоит начинать как раз с этих сильных районов. Там государство как раз это способ поддержки сельхоз товаропроизводителей. То есть создавая такие, скажем, склады, мы можем в низкий сезон закупать топливо, а потом реализовывать его, или снабжать, так скажем, разной формой поддержки сельхоз товаропроизводителей. Насколько существенная будет экономия, и как окупятся вот эти вложения в топливохранилище? И кто этим будет заниматься, на ваш взгляд? Это будут инвесторы, или это должно делать государство? Я думаю, что у нас вот сейчас очень хорошо поднимает вопрос частного государственного партнерства, то есть и бизнес, и государство, потому что, во-первых, происходит кризисное явление, и бросать сельское хозяйство никто не будет в такой тяжелой ситуации, и поддерживать необходимо. Мы на самом деле очень ограничены в инструментах по поддержке сельского хозяйства. Вот ограничены по ряду причин. Если мы сможем решить в какой-то мере проблему топлива, это будет очень серьезная поддержка. А вот пойдет ли навстречу нам министерство, правительство, я думаю, что над этим надо работать. И предпринимательское сообщество, и заинтересованные, в том числе мы законодатели, мы над этим работаем. Предприниматели, сегодня тяжело, но завтра ситуация будет меняться. Да, и в завершении, как сделать уборку урожая дешевле? Уборку урожая? Ну, мой совет – это просто закупать и запасаться, как касаемо топлива и горючий смазочным материалом заранее. Буквально месяца за два. То есть весной, как только-только 0 градусов стало, до 15 градусов, я еще раз говорю, у нас грузит летнее топливо зимой, температура. То есть у кого есть свои средства, берите топливо раньше просто на 2-3 месяца, потому что буквально за месяц цены начинают сразу быстро очень расти. Да, и ваше мнение? Ну, у меня такое мнение будет, конечно, далекое от топлива, к сожалению. Топливо 25%, остальные 60%. 25%, но для того, чтобы все-таки вовремя убрать урожай, действительно, необходимо контроль, в первую очередь, я вот сегодня скажу, что необходимо контроль, во многом это плановые какие-то показатели должны быть, и эффективное использование имеющихся ресурсов, в том числе и топлива, эффективное технику и топливо. В среднем по республике с начала года цена на хлеб выросла на 15%. Развитие топливной инфраструктуры поможет существенно снизить себестоимость уборки зерна, а следовательно и конечного продукта. Главный вопрос здесь инвестиции и их окупаемость. Без прямого участия государства инвестиции могут быть невыгодными. Вы смотрели «Взгляд» и моими собеседниками сегодня были депутат Госсобрания Курлутая Республики Башкортостан Расул Гусманов и директор торговой и нефтяной компании Алексей Василенко. Спасибо большое вам за беседу. Спасибо.